Мэр Хотя че вам об этом, ведь у вас такое же один в один А мы его целуем, говорим, что любим и все время выбираем Сердку прижимаем, ведь он такой хороший Все время со всеми здоровается, площадку хочет построить Бабушкам улыбается Молодец! Наш мэр Есть в Камызяке черная игра Но не так, чтоб у всех прям есть Конкретно у мэра есть И каждый год на день города Камызяк собирается смотреть, как он будет есть В старые яды смотрят люди, как ее он любит Как он банку открывает Сердку прижимает, как на хлеб ее намаз Будем что-нибудь сказать, как он с лопушку пропустит Выглядеться так хросто Молодец! Наш мэр Ма-ла-пу-дец! Да, кстати, почему песенка с утра про мэра? Да потому что, блин, я потом вам расскажу Потому что это произошел один прикол Ну, связанный, конечно, с мэром Ну, не с мэром города Сочи, конечно У нас их за других мэров хватает Правильно? У вас же такой же мэр Один в один Только ему, может быть, зарабатывает поменьше И живет в худшем месте, да? Все равно у нас с лопушкой мэра Ну, как бы, живется в Сочи прям прекрасно Посмотрите, какая погода Как все обалденно! Кстати, ребят, поздравляю вас сегодня с Пасхой, да? Я, конечно, хочу вас поздравить не как военные, да? А военные как? Солдаты! Сегодня, говорит, Пасха, говорит! Сегодня каждый получит пыльцу Вот этим нацистским кованым сапогом! Нет, конечно, просто поздравляю вас! Вот эти куличики, эти яйцами, там, не знаю, там, там, не знаю, там Что яйцами делать? А, стукаются, стукаются яйцами! Не-не, мальчишка, ты это брось! Вот яйца, это вот красят яйца! Вот такие, куриные яйца! А то я знаю, судя по вашим комментариям, сейчас хватит кого-то ума там Начнут там красить себе кое-что! Я-то знаю, меня разные смотрят люди! Там, Санкт-Петербург, там, смотрят еще что-нибудь! Там, как бы, у которых есть европейские ценности! Поэтому, давай это! Ну, ты не заморачивайся! Яйца куриные берут, красят! Красят! Потом у одного яйцо, у другого яйцо! Берут, ба-бах, только! И все! И все! У кого, короче, яйцо осталось целое, тут, блин, тут с яйцом! У кого яйцо не осталось целое, тут, ну, что могу сказать! Все! Извини! У меня твое яйцо покалечилось, все! Поэтому сегодня Пасха, блин, наконец-то закончился тот самый пост! Теперь можно, как говорится, сегодня нажраться вдоволь всем! Это раз! Теперь можно прям от души прям все! Ну, все можно, ребят, сегодня все, реально все можно! Я думаю, что сегодня просто там форелевых хозяйств, Чигирского озера и так далее, они просто будут переполнены от туристов! Все почему? Ну, Пасха же сегодня! Это вообще самый святой праздник, понимаете? Самый святой праздник! Не знаю, там, женщина может, какża, какого-круга, в конце концов покрасить яйца. Покрасить яйца, там, куриные! Покрасить яйца лошадиные! Покрасить яйца мужа! Пока... Покрасить яйца любовника! И еще что-нибудь, там, не знаю, там, для меньшинств... Для сексуальных меньшинств тоже праздник! Они могут яйцами как-то обменяться, там, не знаю, ну, я, в каком случае, в этот фильм увидел там будет такой снимал там ну не блогер сочинский а другой там человек в общем много чего видел этой жизни но факт остается факт сегодня святой праздник и конечно же конечно же сегодня будет все хорошо прекрасно и замечательно да кстати да справиться не смотря на все запреты самого титулованного тренера сочи поздравили с днем рождения спортсмены всех стран позади нас там где рождение одно тренера блин тренер 79 года там блин мастер спорта по джоу-джитсу по самбо там под дзюдо там уже очень много страшных слов она знает но реально поздравляю там молодец посадил такая симпатичная подтянутая и все и приехали а вы ведь в сочи нет спортсменов то есть спортсмены потом они живут в сочи а прям прям это понимаете такая там одна из самых титулованных девушек в в россии по спорту о приехали и фильмы поздравили фильм поздравляем поздравляем и дали яйцо это какое яйцо ничего начинаете просто просто в эту ты бы девочка в это ты берешь говорит выходишь на соревнованиях бьешься в этом у тебя яйца больше чем у девяносто девяти процентов мужиков говорит которые там сидят час и могут только мастурбировать на клавиатуре вставляешься ну да ну да такая в общем свои шутки шутками но я и поздравляю но действительно я знаю что такое такая работа должна проделана чтобы действительно быть вот кем она является россияне массово едут в страну где их уже поджигает поджигать вы поджидает 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 свою кучу мошенников конечно это абхазия воду съема жилья все абхазы научились у ребят с адлера либо садлера научились этому всему у ребят с абхазии в общем обман с жильем предлагает все жилье которое не существует ну знаете как бы на вопрос тебе жалко тех людей которые едва в абхазии которые попадают на деньги нет не жалко потому что есть сочи есть сочи и люди обычно хотят сэкономить и потом экономия выходит боком поэтому не людей не жалко которых кидают я говорю как есть можете там не за там подписываться еще что-то мне не жалко тех людей вот тела шара которые просто берут и расстаются со своими деньгами потому что каждый раз там в это про это абхазии ты говоришь рассказываешь и все равно люди наступают не те же грабли поэтому них не жалко то 6 категории людей как пока палка три раза тебя твой пока богат бхе от них ярким по голове они не разберутся все поэтому даже не жалко я вам серьезно у пациентов вырастет бычье сердце как влияет алкоголь на организм вот так как на организм 0 ли это алкоголь на организм вы и так-то там в меру здоровый меру как ли это организм на так где в сочи купить вкусные пасхальные куличи ну знаете я посоветую вкусные пасхальные пасхальные куличи покупать в ваниле там очень вкусно врач рассказал как похудеть не навредить своим здоровьем ну процедура очень простая не ешьте сладкое не ешьте продукты где гликемический индекс больше пятидесяти и не смешивайте продукты просто берете делайте раздельное питание белки отдельно но углеводы отдельно соответственно соблюдайте режим соблюдайте режим по питью свой обед завтрак и ужин ничем не запивайте пейте 15 минут до того как принять пищу и через 40 минут после того как вы приняли и будет как говорится вам счастье вот просто соблюдайте и сразу ходите сочи застройщики обязали решить проблему возможного обрушения многоквартирного дома за сучку речи и я ничего не хочу это бит они или просто они вот они вот все вот он стоит на квартирами да да они берут говорит вы находит на балкон и прыгают конечно быть дом будет проваливается и он может уйти гай а чё вы там эти дети прыгают от них понимаете ли на одна цепочка заходить на квартиру двадцати этажный дом тогда он не свалится все кто виноват ну эти вот ну эти виноваты понимаете вот так вот так вот в мэрии сочи рассказали сколько с этого благоустроить небольшой пляж но они говорят ребят вот смотрите вот есть пляж да вот буратино маленький как просто не за как пипка у у комментаторов который пишет больше всего негативных комментариев могут ну реально маленькая и так подумали сколько сколько стоит ну миллион полтора а тут ахрена плавал 29 миллионов ну почему бы 20 тысячу за 29 миллионов может дом купить за 20 миллионов можно квартиру купить за 20 миллионов рублей может там часто купить за 20 миллионов он пляж купить потому что такой 29 миллионов стоит стоит цепочки сколько людей там отожмут там отожмут те тоже там тоже там там тоже и в итоге как примерно год 25 миллионов рублей ведь уйдет на отжималки а 4 миллиона рублей уйдет на то чтобы действительно вложить и сделать хорошее на пляже и все будет но мы разживем топом веке у нас все подворовывает ты ведь могут зарплату быть виду где где-то 8 9 тысяч как как идет того сидеть ищет много прожить у меня там дети есть все есть ну как-то или там у меня там замы там который зарабатывать и меньше понимаешь как так-то поэтому приходится когда приходится немножко крутиться ну сам понимаешь ну и все вот в общем озвучили что 29 тысяч стоит сделать облагородить небольшой маленький пляже 29 ой 20 тысяч 20 миллионов тысяч заниматься этим пододеялом что запрещает закон дубая активных отношениях блин знаете вот этот херня то что сейчас вы прочитала написали что мне взятом то нельзя это нельзя вне вне там брака за я был в отель который называется файв я видел чем занимается арабы что там происходит это логово разврата извращение поэтому даже не буду быть на бумаге может быть у них и запрещается то же самое что в сочной то же самое что в россии на бумаге медицина бесплатная а по факту все по другому поэтому давайте мы не будем делать на этот жирный акцент потому что все что я там прочитал кстати это все вранье потому что я все видел своими глазками могут забраться даже в мост которого нет туристов возвращаясь иззади с червями под кожей потому что ели сырую рыбу ну блин как они могут добраться черви до мозга если люди которые едят сырую рыбу у них уже изначально нет мозгов я не понимаю этот этот провокационные эти всякие статьи где везде врут а тем временем в сочи усилят меры безопасности на пасху потому что бывает в азарте когда ты берешь и яйцом об яйцо получается лицо в чьё-то лицо поэтому будет нас охранять потому что ну как бы ну чем не хватало чтобы на пасху там случился тем более боятся что будет местах большого скопления людей могут быть таким нас теракты и тому подобное как это у нас последнее время там модно да по последней тенденции кстати заметили дай не пищи все мне на мойки взяли сделали пальцем засунули вот так вот потеребили блин но это не то что ты подумал нет просто пальцем так вот окраску и все и портурник обратно он и вылез и все видите не пищи красота же сами накосячили сами исправили классно классно вот а вы про что подумали про палец в этом бросить сегодня святой праздник сегодня вообще извращенную мысль даже выкинуть из да кстати пару дней назад ко мне добавился в друзья знаете кто сам лично боялся не я добавился попросил а за камена был знаете кто не добавился мэр города хорс добавился думаю человек знаком потом посмотрел у него там у него такой ответ когда ход рустам вот не жаль что ты приехал тебя нашем городе осталось так что плохое впечатление на самом деле город орск году думаю нифига себе думаю зайду-ка я комментарий прочитаю просто хороший думал комментарий почитаю начал читать комментарии и офигел и конечно за там да там все но что я могу сказать я тоже взял и думаю ну раз мне добавили друзья значит я имею право тоже немножко высказаться я взял и свою очередь но взял и тоже дал парочку комментариев ну бывает что когда дал дал то тоже комментариев я поблагодарил вот всех мэров города горска и и вот все которые есть есть мэры города я их там поблагодарил за то что они есть вот за то что есть администрация горска за то что есть коррупция за то что есть бюрократия за то что похерили весь спорт за то что развалили ли все заводы фабрики за то что разворовали все что можно разворовать отсутствуют такие классные дороги как мы же с вами едем и там когда разбил там пробил там три колеса за 1 февраль вот 2016 года за то что сделали так что сам востребованная профессия стала таксист и охранник то что на заводе на одного рабочего два охранника до 2 жандаром со 2 бездельника которые берут не контролирует я уже за это поблагодарю говорю огромное спасибо потому что я всегда жил в розовых очках что я живу в городе металлургов что я живу как христа за пазухой что это лучший город на свете орс там да там все там круто все классно там все обалденно ты че там и все поэтому я поблагодарил потому что если бы там действительно было все классно никогда в жизни бы для себя не открыл бы город бы сочи а так вот благодаря всему этому за то что этот грязь эта постоянная да это хамсон дороги со стороны водителей этот похеренный спорт вот просрали все штуку можно прослать потому что все воруют 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 и вот не знаю там никакой поддержки не спорта ничего нет и все вот как бы вот поблагодарил говорю огромное спасибо там говорю было время когда отжимали например те же самые например отжимали у нас не за этом заводы фабрики а потом было время когда начали уже отжимать и детские дошкольные учреждения кого начали отжимать потом еще короче много чего было я просто офигел реально поблагодарил за то что дали такую возможность самая страшная комментария я прочитал да вот вы сидите на теплом месте зарабатывайте по 300 тысяч рублей в месяц и конечно вам по барабану что происходит в вашем городе думают это думаю панч вот это думаю ты убил комментарием да вот этот сидит что мэр города аж 300 тысяч рублей зарабатывает в месяц и все именно по боу-ману держится за свое место потому что позволять тебя с 300 тысяч рублей еще чуть-чуть им будет зарабатывать ровно столько сколько зарабатывает таксист в городе сочи представляете Еще немножко ему прям поработать Мэру города, и он будет Зарабатывать так же, как таксист Представляете себе? Думаю, читаешь эти комментарии Думаешь, ну е-мое, думаю Ну как так? Думаю, слава богу, что я сорвался С этого прекрасного города Орска Обсуждают зарплату Сделали своим чиновникам зарплату по 100 тысяч И сидят довольны А люди хрен без соли доедают Сидят с зарплатой В 20 тысяч рублей Думаю, вот это, думаю, да Вот это вот открыли-то правду людям Думаю, не буду я Писать, сколько сейчас Зарабатывают арчане, которые переехали Из города Металургов Которые богатого города Где там занимают первое место По количеству Заводов на 1 квадратный метр И на душу населения Первое место мы занимались всегда В СССР, понимаете Город Металургов Думаю, слава богу, что они не знают Думаю, а то сейчас, думаю, все ринусы в Сочи И будут здесь, да? А мэру города вроде как поблагодарил, блин И почему-то мой комментарий там вышел в топ Почему-то там все там, не знаю Почему-то решили меня поддержать Ребят, вы меня не поддерживаете? Я вообще считаю, что, блин, это вообще очень круто, говорю Что такие есть мэры, губернаторы Которые делают все то, чтобы Ваши там, не знаю, там города Нахер разваливались и так далее Я говорю, потому что я всю жизнь топил за Орск Я считал, что Орск это все Я там, там, да, даже мне западло Было там выступать за Оренбургскую область Я только за Орск Я топил за Орск везде Благодаря тому, что там просто Просто все Все убилось Все просрали, все что только можно Все там в частные руки перешло и так далее И притом Беспонтово перешло в частные руки Благодаря этому я оказался в прекрасном городе Сочи Уже 7 лет живу в городе Сочи И родители мои живут в городе Сочи И сестра моя живет в городе Сочи И брат живет в городе Сочи И мой один из самых близких друзей, Алексей, тоже приехал в Сочи Зарабатывать больше, чем мэр города Орска Ну, на секундочку Ну, просто, чтобы вы понимали Вы представляете? Мэр города Орска зарабатывает у нас 300 тысяч рублей Ну, судя по комментариям А мэр города Сочи зарабатывает 90 тысяч Только вот мэру городу не повезло Да, вот если он захочет с мэром города Сочи У него получать зарплата будет в три раза ниже Ну, это еще не точно, правильно же? Вот как бы так Поэтому... Да, и кстати, по поводу того Это не Орск плохой Это не Орск плохой Орск нормальный, хороший город Это не Орск плохой Это просто у нас такая дебильная политика Сейчас просто есть города Там, не знаю, может быть, городов 10 по всей России В которые там вкладывают деньги В которые развиваются и так далее В которых приятно находиться Да, там, не знаю, там... В Калининград, там, Москва, Санкт-Петербург Сочи, в конце концов, да Вот если посмотрим Екатеринбург, Новосибирск, Казань Ну, действительно, да, города красивые Все хорошо, все классно И есть города, которые остальные Которые просто херят, да Посмотрите, во что превратился у нас Орск Во что превратился Оренбург Во что превратился Саратов Во что превратился Омск Во что превратился Волгоград Понимаете, вот, да и много можно Много перечислять Да то же самое Ростов там Ну, реально, как бы, я в Ростове был Такой депрессняк, блин Блин, я не понимаю Как там мог Басту вырастить на позитиве И почему, понимаю, почему там каста Всегда на негативе Ну, как бы, такое-то, понимаете Ты не говоришь, что там город Орск плохой Да нет, просто Орск, когда ты попал Именно в ту категорию 98% городов На которых просто забили Просто положили огромный такой Огромный такой положили Знаете, вот положили то Вот яйца взяли друг друга дарить будут А вот все, что осталось Это яйца, вот взяли и положили просто на город И все Конечно, обидно Обидно, обидно, еще раз обидно У нас получается Сейчас у нас примерно то же самое, что В Корее, да, в Южной Корее Когда президентом там стал Он говорит, да, когда Корея распалась На две половинки, да Северная Корея и Южная Корея Соответственно, Северная Корея Это у нас начали развить по пути коммунизма Там и все А вот Южная Корея немножко по-другому пошла И когда президент Это Южная Корея взял Посмотрел на людей Они, кстати, Южная Корея Жили хуже, чем Северная Корея Я вам открою маленький секрет Тогда-догда, после войны, да Когда там воевали В принципе Межсабыка Потом прочертили параллели и разделили И вот в Южной Корее Президент сказал так Зачем мне договариваться С миллионами бедных Когда можно договориться С десятками богатых Так получилось Вот эти вот кланы Которые, например, те же самые Элоджи, Самсунг И так далее Так они пошли Вроде там и Дэу и так далее Ну, от силы может быть Действие предприятие Жесткое Монополие и тому подобное И вот благодаря Этим фирмам Которые действительно Фирмы, которые входят В сотню там Самых, ну, как бы Самых таких Быстрорастущих фирм И с бюджетом, да Которые, если посмотреть В одном из изданий И все И все И вот здесь получается Примерно то же самое Зачем нам поднимать Каждый город России Когда можно поднять Пять-шесть городов Куда люди могли бы приехать Посмотреть Кайфануть И так далее Вам всего хорошего Пока